Всем привет! Мы в Калининграде. Здесь находится один из самых успешных офисов международной сети агентств недвижимости Century 21. Сергей Черешнев, владелец агентства, сегодня проведет тур для нас и познакомит со своей командой, в которой трудится более 80 человек. Также мы возьмем интервью у Сергея для того, чтобы подробнее узнать о его бизнесе, как он попал в сферу недвижимости, с чего начался его предпринимательский путь, с какими сложностями он сталкивался и как его агентство стало одним из лидеров прекрасного города Калининград. Меня зовут Егор Провкин, это рубрика «Успешный кейс». Погнали! Продажи, они везде продажи. Твое агентство недвижимости через пять лет. Дополнительный офис в Дубае. Сергей, спасибо, что принял нас в стенах Century 21 Эксперт. Здесь царит очень крутая аура, атмосфера, веет успехом. Рад приветствовать! Благодарю, Егор! Что тогда начнем? Давай начнем с самых таких, наверное, фундаментальных, важных вопросов. Меня интересует, сколько денег ты вложил в этот бизнес, потому что сейчас это очень такой большой, процветающий бизнес. У вас несколько офисов, порядка 70 человек работают, плюс еще административный персонал. С чего все начиналось? Вспомни, пожалуйста, и сколько денег ты вложил в этот проект? У нас есть финансовая модель, собственно говоря, мы от нее отталкиваемся. То есть это 10 процентов, все идет в обратную инвестицию. Средства в первый год, это порядка 8 миллионов инвестиций. Все, что мы зарабатывали, мы, как правило, все в обратную сторону и запускали. Дальше, но только больше, потому что мы x2 растем каждый год. Несложно посчитать. Третий год, четвертый год мы работаем. У тебя сейчас прибыльное агентство? Да, конечно, мы только за прибыль. Окей, а как долго ты выходил на точку безубыточности? Ты помнишь, сколько месяцев это заняло? С учетом наших тестов и ошибок на старте, это были мои внутренние ошибки. Смена модели, скажем так, управления. Через полгода мы уже вышли в ноль. Это достаточно быстро. Ты окупил все инвестиции? Да, конечно, конечно. Класс. Откуда вообще у тебя появилась идея создать бизнес в недвижимости, в самой сфере? Был интересен любой доход, в принципе, на тот момент. Его надо было как-то генерить. Ну и так сложились обстоятельства. Я устроился в компанию агентом по недвижимости и прошел там полный путь от стажера до руководителя офиса, после чего, собственно говоря, принял решение открывать собственную компанию. Это был твой первый опыт в предпринимательстве или у тебя что-то был бизнес до этого? Это был первый осознанный опыт в предпринимательстве. До этого были касания, были, скажем так, хорошие падения, чтобы это все оценить и понять, как действовать в следующем бизнесе. Если говорить про такие концептуальные основы, насколько вообще сложный этот бизнес, насколько сложно быть брокером агентства недвижимости, управлять коллективом, большим коллективом. И как ты думаешь, сложно ли будет новичку, который приходит в эту сферу? Управлять, наверное, мне кажется, вообще самое сложное, потому что очень многие подменяют понятие. Многие хотят включаться полностью сами и забывают как бы основы управления. Управлять – это управлять, это не делать самому, это грамотное построение команды, в первую очередь. То есть основной фокус надо ориентировать на команду. Если вы научились выстраивать бизнес с тремя, то не проблема его выстроить и с трехстами, скажем так. В чем могут быть первые ошибки человека без опыта? Представь, он не сделал ни одной сделки, он не знает, что такое, как работает материнский капитал, что какие-то бывают обременения по квартирам, процессы, цепочку самой сделки. Вот это вот картина новичка и первых шагов в недвижимости. Наши стажеры, когда заходят в профессию, они заходят с желанием стать юристами. То есть у них ожидания с такими юристами. То есть они ожидают не продаж, а они считают, вот самое сложное – это оформление сделки, это сопровождение юридическое. У них главный первый вопрос – это юрисопровождение. А в нашей компании эти сервисы закрыты на сто процентов, то есть у нас полное сопровождение сделки юристам от задатка и до завершения сделки, до расчетов. Поэтому наши стажеры этой проблемы не увидят. Ну или задача, она решена. И как быстро идет адаптация и выход на первую сделку у стажера? Индивидуальные характеристики, скажем так, каждого. То есть набор базовых компетенций, такие как дисциплина, ответственность, усердие. Если они в человеке реализованы, то дальше мы ставим навыки и это достаточно быстро. То есть у нас лучший результат – это третий день. Третий день наш стажер без опыта закрыл сделку. Эту сделку он закрыл со своей сферы влияния? Знакомые друзья, родственники или клиент, который пришел с улицы, так сказать? Это стечение обстоятельств в любом случае. Это везение. Ну и это огромное желание. То есть у него было желание найти эту сделку, он пошел по своим знакомым. И так получилось, что очень быстро нашел и продавца, и покупателя в своей сфере. И быстро сложилась эта сделка. Слушай, ну это классно. Мне кажется, что это рекорд в сети. Вот я не слышал, чтобы кто-то выходил на сделку на третий день. Классно. Игорь, давайте я вас познакомлю с нашим пространством. Здесь у нас, собственно говоря, зона ресеп. Далее у нас клиентская зона. Она у нас зонирована, выделена специально вот такими элементами балок для того, чтобы отделить зону агентскую от зоны клиентской. Рабочее место мое, как правило, где моя сумка стоит, там у меня рабочее место. В данный момент у меня нет личного пространства. Я всегда использую там, где остается место. Круто. А не слышно, когда агенты разговаривают? Не мешает ли это клиентским приговорам? Вы знаете, на практике ни разу это не помешало. На самом деле, да и в целом, ни агентам это не мешает, ни клиентам не мешает. Потому что агенты у нас привыкли в холодную звонить, и для них это абсолютно комфортное условие. Вот, кстати, ты сказал про твое рабочее место, про твой кабинет, так называемый, стихийный. Мне это напоминает историю, когда мы ездили в Америку, посещать одно из самых лучших агентств недвижимости в Калифорнии, и там весь топ-менеджмент, ропы, брокер, HR, они работают в буквальном смысле небольшой такой коморке, буквально там 3 на 3 или 4 на 4, и у всех у них стоящие рабочие места. Почему они это объясняют? Потому что мы никогда не находимся на рабочем месте, мы всегда работаем с агентами, мы супервайзим их, мы подсказываем, мы постоянно в полях, попытаемся как-то корректировать работу агентов, поэтому нам рабочие кабинеты какие-то, они только занимают там лишнюю площадь, лишнее пространство, буквально там приходят на эти стоящие места, сдать какой-то отчет, имейл отправить, а дальше все в полях. Вот у тебя такой же здесь подход, то есть ты тоже, получается, всегда в полях находишься, всегда видишь, какие клиенты приходят, как с ними ведется беседа, какие звонки проделывают агенты и так далее. Схожие, да, концепции и подходы. Да, но у меня все встречи происходят, они здесь, как правило, то есть вот наша зона переговорных комнат, вот встречи у нас с руководителем проходят, мы просто сдвигаем пространство и достаточно комфортно, усаживаемся у нас достаточно много, коллектив был достаточно большой, руководители. Сколько у тебя рабочих мест именно здесь в двух помещениях? Емкость офиса, она порядка 60 человек агентов, то есть под это мы рассчитали пространство. А здесь сколько работает сейчас? Максимальной капасти у тебя забит? Нет, у нас есть возможность дорожать. А сколько получается в Зеленоградске, сколько там агентов работает в другом офисе? В данный момент у нас агентов там порядка пяти человек, то есть это небольшой офис, а емкость его где-то 18. Классно, есть к чему стремиться, есть куда расти. Да, совершенно верно. Давай вернемся немножко в начало твоего пути. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел к решению вступить в сеть Century 21? Решение осознанное абсолютно. То есть я знал, что есть международные компании и выбирал из лидеров. Century 21 на данный момент это лидер отрасли, поэтому решение пало именно в сторону международной сети, международной компании. Очень хотелось стандартов работы международного бренда, хотелось вот того многообразия офисов, которые представлены по всему миру. Ну, собственно говоря, мы за чем шли, то и получили. Полностью упакованный бренд, полностью упакованную франшизу, ну, по ней работаем. А какие, если брать конкретные сервисы, которые предоставляет управляющая компания, центральный офис, какими сервисами вы пользуетесь, как агентство, может быть, ты как брокер для управления агентством. Расскажи про сервисы поподробнее. Ну, основа всего это, наверное, CRM, то есть у нас главный сервис – это наша система. Далее у нас есть, ну, опять же, брендбук, по которому мы действуем, то есть это единые стандарты оформления всего, в том числе нашего офиса прекрасного пространства, то есть это фирменный стиль, фирменный цвет. Есть стандарты обучения, у нас закрыт этот сервис бизнес-академии Century, у нас свой тренер в данный момент есть, но базу мы брали, естественно, от готового продукта, от Академии Century. Это, наверное, базовые вещи, которые вот необходимы на старте, они у нас закрыты. Насколько я помню, в начале вашего пути, когда только ты с командой формировал агентство, вы чуть больше пользовались сервисами, то есть это был некий такой толчок, может быть, для вас, да, а потом со временем, да, то есть вам уже 4 года, если не ошибаюсь, 21 февраля 2019 года, вы открылись, и сейчас получается то, что вы так немножко переросли эти сервисы, то есть, да, у нас есть вот обучение, но при этом у тебя есть штатный бизнес-тренер, да, есть юридическая поддержка, но есть уже там несколько штатных юристов, да, у тебя. Есть такое, что переросли немножко сервисы, да, но вначале пользовались чуть больше, нежели чем сейчас. Мы изначально для себя ставим более амбициозные задачи в плане стандартов, я имею в виду на каждый день, вот, в том числе у меня еще есть отдельное обучение, у меня коуч есть, вот, то есть у нас есть СО, у нас есть мое обучение, у нас есть все, что мы пробуем, все наши проекты, это уже наш опыт, вот, поэтому, да, на старте нам достаточно было того сервиса, в данный момент мы усиливаем себя сами, чтобы расти, ну, бизнес, он самостоятельно работать не будет, ожиданий у нас глобальных по франшизе не было, чтобы прямо вот нас держали, поддерживали, и в этом тоже есть сила, да, то есть у нас есть, скажем так, гибкость в управлении, то есть мы можем применять те техники, которые мы считаем для себя важными, то, что мы считаем действительно для себя нужным, поэтому стремимся вот в это направление двигаться. Давай поговорим немножечко про локальный рынок, в том числе про конкурентов. Я посмотрел, вы входите примерно в топ-5 по версии Домклика, но, опять же, учитывая то, что некоторые игроки рынка недвижимости именно делают акцент на ипотеку от Сбербанка, а у нас в сети все-таки ипотечный портфель, он более диверсифицирован, да, и мы пользуемся разными банками, то я даже уверен, с учетом этой особенности, вы входите в топ-3 по Калининграду. Подскажи, пожалуйста, вы измеряете долю рынка, измеряете ли эту метрику, где вы находитесь, куда вы хотите стремиться, кто какой долей обладает и так далее? В этом году я прописал себе цели стать IT-компанией номер один в сфере недвижимости, и, естественно, мы пользуемся всеми возможными способами этого достижения, то есть у нас есть супераналитика, где мы понимаем количество объявлений на одного агента по городу Калининграду, мы оцениваем конверсию перехода, подписанного договора в сделку. По многим параметрам наша компания впереди давно, допустим, процент эксклюзивных договоров у нас равен 94 в рекламе, то есть 94% договоров – это только эксклюзивные договоры компании Century. Да, есть у нас еще договоры, мы четко понимаем, где наша цена, то есть в этих договорах, то есть мы в рынке, не в рынке, это мы тоже постоянно мониторим. Наша компания, она ориентирована больше на работу с продавцом, а если по нормам у нас 60 на 40, то есть 60% должно быть продаж, 40% сопровождение покупателя, то наша компания – это 73% на 27, то есть основное направление деятельности у нас продажа. Это наше ключевое конкурентное преимущество. Поэтому рейтинг домклик, он для нас в данный момент относителен, потому что он ориентирован больше на работу с покупателем, 27% у нас ориентировано на работу с покупателем. Поэтому, конечно, мы в этом рейтинге не в топе, там два, три или первое, но мы это поправим и в этом году, в том числе, включимся в работу с покупателем. Вот ты рассказала немножко про преимущества, может немножко раскрыть эту тему, в чем все-таки еще ваше УТП, может быть какие-то фишки, которые особо впечатляют и запоминаются вашим клиентам, за что обычно хвалят ваших агентов? Наше УТП главное – это работа с продавцом, у нас есть стандарты по работе с продавцом, у нас есть маркетинг-план, и это не пустое слово для нас. У нас есть обязательства перед продавцом, и мы подписываем эти обязательства при подписании договора, где четко прописываем обязательства агента перед клиентом. И в конце у нас чек МПС, по которому мы подтверждаем, что да, эти обязательства были соблюдены агентом перед клиентом, компанией перед клиентом. Очень широкий спектр возможностей, которые мы применяем для продажи самого объекта. Скажем так, маркетинг-план у нас порядка 18 пунктов. Сейчас их перечислять и подробно раскрывать. Мы, кстати, хорошо описали это в нашем YouTube-канале. Уже это есть по ссылке, я думаю, там можно будет это все прикрепить. Как называется YouTube-канал? Сам себе инвестор. Сам себе инвестор. Отлично. Сереж, давай погрузимся немножечко в, так сказать, особенности рынка Калининграда. Чем этот рынок интересен, есть ли там особенности, чем он уникален. Я немножко поясню. Например, московский рынок недвижимости, он обладает своими характеристиками. И там чуть более избалованные клиенты, собственники. Очень высокая конкуренция. Ритм города совершенно другой. То есть ты не успеваешь так много дела сделать. Сколько агенты обычно успевают в регионе сделать. Поэтому и эффективность чуть ниже. То есть одна сделка на одного агента – это норматив для Москвы. Для регионов – это 2-3 сделки, норматив. Так вот, есть ли какие-то подобные, может быть, особенности локального рынка здесь? Рынок, он на той рынок, он везде примерно плюс-минус одинаковый. Если, как вы говорите, в Москве это не надо разгонять. Просто уже все разогнаны так, что иногда даже не понимаешь, куда они все бегут. То в Калининграде есть, наверное, такое вот прибалтийское чувство. То есть чуть-чуть помедленнее процессы здесь выстраиваются. Поэтому нам необходимо разгонять это все самостоятельно. То есть где-то ускорять клиенты. Клиенты, скажем так, менее, может быть, торопливые. И в этом только праздник. А в целом продажи, они везде продажи. В любом бизнесе, в любом регионе, плюс-минус. Мы можем добиться любых результатов. Классно, что ты это упомянул. Потому что я смотрю на тех брокеров, тех владельцев агентств недвижимости у нас в сети, которые имеют определенный успех в своем регионе. Они приезжают в Москву открывать агентство недвижимости, и у них не так все хорошо получается. Вот опять же из-за особенностей того рынка. Может быть, это так Москва отличается от других регионов. Но вот есть такая статистика. На каких видах недвижимости и услугах специализируется твое агентство? Самый большой вал у нас продажа вторичной недвижимости, то есть квартиры. Мы ориентируемся пока на продажу вторички. Есть ли в портфеле первичка, коммерческая недвижимость, может быть, межрегиональные сделки, может быть, даже зарубежка? Зарубежки у нас, ну, начну с конца, у нас зарубежки были касания. Пока в данный момент еще ни одной сделки не завели, но, я думаю, приблизимся мы к этому. Межрегиональные у нас сделки постоянно идут, то есть мы это проводим. У нас есть обратная реферальная, скажем так, оплата. В новостройках, соответственно, червячки мы хорошо выросли в этом году, но X2 сделали. Это такое направление, в котором мы прям силу показали. Есть у нас коммерция, но пока в малом объеме, скажем так, это всего три агента. Это достаточно мало для полноценного отдела продаж. Но это все в целях на 2023 год, развитие в эту сторону. Происходит ли внутри сетевые сделки с другими агентствами Санчери-21? Да, у нас есть мультилистинговая система, где все брокеры находятся и периодически у нас есть касания с брокерами. То есть есть запрос на Калининград, Егор отправляет мне. Отлично. Ну и мы, соответственно, общаемся плотно с Виктори. У нас постоянно идут сделки с Виктори, с Санчери-21. Поэтому да, это все присутствует. То есть взаимодействие есть. Мы сейчас, к слову скажу, запускаем новый сервис единого окна по зарубежной недвижимости. У нас очень много офисов, так сложилось 15 тысяч по всему миру. И мы сейчас будем делать услуги единого окна, где вы отправляете заявки. Мы, соответственно, коннектим с той стороной, в котором нужен продавец или покупатель. И, собственно, организовываем эту сделку между двумя сторонами. Буквально в ближайшее время будет анонс. Давай теперь поговорим о самом главном, наверное. Какие достижения самые ключевые были за 2022 год? И также интересно за всю историю компании, какие ты видишь для себя ключевые достижения? В 2022 году мы открыли два офиса. То есть мы улучшили наши показатели здесь, скажем так, в плане площадей в Калининграде. И открыли офис на побережье. Там у нас тоже все красиво оформлено. В данный момент этот проект у нас в работе. То есть мы там активно участвуем в продвижении. Мы выросли в количестве денег. То есть для многих, я думаю, этот год был разный. Мы смогли показать 20% рост. То есть для нас это достаточно хороший показатель. Как я и сказал, мы X2 сделали в первичке новостройках. То есть здесь у нас отдел очень хорошо сработал. И будем стараться так впредь расти. Вот это, наверное, из ключевых. У нас появился штатный тренер. У нас появился рекрутер отдельно к блоку HR. У нас есть HR-директор, HR-партнер. И у нас появился рекрутер. Много было ошибок. Мы их устранили. Приняли для себя уже только в конце года стандарты, по которым мы будем работать в 2023 году. Это, наверное, ключевые изменения, которые произошли за 2022 год. Я напомню нашей аудитории, что в принципе в сети есть стандарты, но они также подкручиваются, допиливаются, так сказать, уже локально, на местах, брокерами, командами, агентами и так далее. Очень хорошо то, что вы сформировали уже свой уставившийся стандарт. То, что вы несете его в массы, в ваш коллектив. Коллектив это доносит до непосредственно конечного потребителя. За это мы очень сильно радуемся. Вот мы немножко затронули проблемы, проблемные зоны развития. Расскажи, пожалуйста, какие были ключевые проблемы и ключевые вызовы последних нескольких турбулентных лет? В чем заключались эти вызовы и как справлялась с ними твоя команда? Потому что у вас была динамика, у вас был постоянно рост и в пандемийный год, и в 2021 год, который тоже был нестабильным, хотя одним из самых лучших на рынке недвижимости, в принципе, было очень много отложенного спроса, перевичка пошла, льготная ипотека, субсидированная ипотека для застройщиков, для перевичного рынка. Ну и 2022, понятно, год был для всех тяжелым, там было очень много вызовов, но тем не менее у вас была положительная динамика. Знаешь, Егор, в целом все ошибки, которые у нас были, они только ошибки управления. То есть главный вызов, который для нас был, это создание команды. Я считаю, что мы с этим очень хорошо справились. Вот, и дальше у меня сейчас сядет голос, пойдут воды попьем. Отлично. В данный момент мы находимся в отделе продаж. Здесь у нас размещаются с комфортом наши агенты по недвижимости. У каждого свое место, выделено персональный компьютер, ну и так далее. Все атрибутики, все, которые необходимы, она у них есть. Ну, в том числе, вот если хочешь, вот можно посмотреть. Здесь вот у нас, ну, как я говорил, уже 21 числа мы начинаем писать цели, и вот как раз наша номенклатура такая выдана. То есть проходил агент, описывал свои задачи полностью по колесу баланса, проставляли цели. И вот ключевой момент, наверное, в этом, в написании цели, это чтобы наш агент, он самостоятельно написал эти цели. Потому что иногда руководитель хочет помочь и берет эту функцию на себя. Это вот, к сожалению, в корне неправильно. То есть мы научились уже это обратно возвращать агенту, чтобы цели били именно агентские. Здесь у нас в данный момент происходит обучение. Работает тренер, вот активно тут кто-то шумит у нас даже. Давайте тихо посмотрим. Очень интенсивно. Тренинги проходят каждый день? Тренинги у нас два раза в день. Да, по 30 минут. У нас как раз-таки практика идет, отработка скриптов. Ну, далее у них идет час денег, да, то есть идут звонки делать и так далее. После обеда презентацию гоняют и едут уже на встречу. Сережа, расскажи про интересный элемент, в котором вы оцениваете текущий уровень компетенции каждого агента. Под него подстраивается определенный тренинг тематический для того, чтобы расшить вот это узкое место в воронке, сделать его более эффективным. Посещаемость вы также отслеживаете, и когда к вам агент приходит, или роб приходит и говорит, что у меня проблема с той или иной зоной, вы сразу смотрите посещаемость у агентов. Средний балл, как я понял, идет определенное тестирование. Вот тут поподробно, пожалуйста, остановись. Да, у нас есть документ у тренера, учетный документ, то есть там в первую очередь оценивается посещаемость по конкретным темам, которые мы продвигаем, ну, чтобы они быстрее это все охватили. Почему он интересен этот вопрос? То есть знает, применяет, допустим, там холодный звонок. Ну, недостаточно знать скрипт, надо еще уметь его применять. По этим темам мы проводим каждый месяц аттестацию, чтобы взять средний балл по сотруднику, чтобы понимать, какие у него узкие места и что необходимо проработать. А далее, особенно средний балл, он идет на РОПа, на руководителя. То есть в том числе мы оценим работу руководителя. То есть у вас идет такая комбинация теоретической части и сразу закрепление практической части. Да, конечно. И сквозная такая вот она, то есть она на всех одна. То есть KPI сквозные и навыки сквозные. То есть у нас и тренер, РОП, а это его помощники в первую очередь, агенты, но они должны точно так же знать, хорошо владеть скриптом и применять. То есть они у нас действующие агенты. Классно. Очень системно, последовательно. Я уверен, что это приносит свои плоды. Мы как компания, мы очень любим перемены, мы очень любим изменения. И я как сам приверженец этой стратегии стараюсь передать это нашему коллективу, чтобы мы наконец-то полюбили эти изменения всей душой вообще и принимали их с радостью. Благодаря этим изменениям мы внедрили стандарты, мы поняли, что нам надо доработать СРМ. Мы наконец-то получили прекрасный сайт, с которым мы сейчас все вместе работаем и доводим его до результата. То есть мы получили форму обратной связи и так далее. Очень много моментов, которые дал нам именно 22-й год. Вот с этим, собственно говоря, и живем. Сережа, я согласен. И мне очень нравится твое мышление, позитивное мышление. Это то, о чем учит великий коуч, который аффилирован с Century 21, Майк Ферри. Это позитивное мышление обязательно в нашей работе, без этого никак. И я очень часто встречаю предпринимателей, в том числе в нашей нише, которые были очень сильно разочарованы 22-м годом, потому что все пошло не по планам. Но, как говорится, наши ожидания, это наши проблемы. И многие опустили руки. Многие потеряли бизнесы, ушли из сферы. Мы видим по акведам, по статистике Spark, что больше агентств недвижимости закрылось в 22-м году, нежели чем открылось. Это говорит о том, что конкуренты уходят с рынка, игроки уходят с рынка. Не все выдержали вот эти вот стрессовые периоды. Но очень важно взять себя в руки. И, конечно же, если что-то пошло не по плану, сесть, запланировать с командой еще одну сессию, еще раз рассчитать бюджет. То есть действовать уже не год-год, да, year-to-year, да, планирование, а может быть квартал к кварталу. Мы вообще делали в компании в нашей, жили из месяца в месяц, да, и корректировали наши планы. И очень классно то, что у тебя именно такой подход, что ты увидел в этом возможности. И, наверное, благодаря вот этой парадигме вы выросли. Потому что очень многие ушли с этого рынка. Оно и к лучшему, наверное. На самом деле, да. Потому что рынок просто станет качественным за счет сильных игроков. Планирование годовое – это, конечно, прекрасно. Месяц там, декомпозиция – это замечательно. Но люди у нас, к сожалению, не хотят жить в планировании дня. Вот и основная, наверное, проблема и задача перед руководителем стоит выстроить стандарт дня. Если мы в стандарте дня, то, в принципе, все остальное по силам. Сережа, стандарт дня – это про дисциплину, это про системные постоянные активности, которые проделывает сотрудник, агент. Расскажи, пожалуйста, для того, чтобы обеспечить такой подход, о котором ты говоришь, нужна жесткость. Насколько ты жесткий как руководитель сам? И что тебе помогает оставаться лидером для своего коллектива и вести команду вперед? Может быть, это та самая жесткая, ну, так, держать в рамках, да, в рамках дисциплины всех? Или что-то помимо этого есть? Слушай, Егор, честно скажу, я вообще не жесткий. То есть у меня нет этой жесткости. Наоборот, мы больше за демократию. Мы за то, за коллективное, за принятие решения совместное. Но если приняли уже совместно, то там уже должен быть стандарт. Потому что, ну, как сказал там какой-то король, там, Луи какой-то, да, честно говоря, сейчас не вспомню, кто конкретно. Если вы периодически не снимаете голову, голову снимут вам. И вот в этом подход. То есть на каждый день я должен понимать, что у меня нет сегодня времени заниматься ерундой. То есть заниматься нужно только теми вещами, которые действительно вас приведут к результату. У вас демократичная компания. Расскажи, пожалуйста, про ваш подход к риелтору. Вы к риелтору, как управленцы, РОПы, ты в том числе, вы относитесь к риелтору как к сотруднику, который должен выполнять обязательно дисциплинарные моменты, значит, KPI, планы, достаточно жестко вот это контролировать. Либо у вас подход партнерский, потому что вы так или иначе делите это на комиссию. Либо у вас клиентский подход, потому что известно, что в агентстве недвижимости ключевой актив — это риелторы. И вы создаете инфраструктуру для этих риелторов, для того, чтобы они были более эффективны с вами, нежели чем за пределами ваших офисов, ну, ваших офисов, нескольких офисов, да, работая на себя или работая на конкурентов. Вот какой подход? Партнер, сотрудник или клиент? У нас два типа клиента. Есть внутренний клиент, и это наш агент. И есть внешний, ну, собственно говоря, наш клиент. Поэтому все процессы мы стараемся выстроить так, чтобы нашему внутреннему клиенту, агенту, было достаточно комфортно, и он был в высокой производительности. То есть это сервисы, которые обеспечивают его высокую производительность, и та дисциплина, которую дает компания. Сергей, сегодня мы затронули очень много впечатляющих метрик. Твой рост, он впечатляет. Четыре года агентству, на сегодняшний день у тебя 80 сотрудников. Наверное, с бэк-офисом это даже еще больше. По сути, два агентства в двух городах разных. Удается ли тебе соблюдать этот баланс между работой и семьей? Насколько у тебя нормированный график? Или приходится там пахать на выходных, по вечерам и так далее? Еще интересно узнать, когда было сложнее. В начале пути, или когда вот ты сформировал и создавал вот этот плацдарм, вот этот фундамент. Либо когда вот сейчас, когда у тебя большой масштаб, больше ответственности, как следствие, когда было тяжелее, и, собственно, удается ли соблюдать баланс между работой и семьей? Всегда в поиске баланса. Вот все-таки у нас там колесо баланса, там много сфер, которых надо быть везде ровненько, иначе это колесо не поедет никогда. Поэтому есть какие-то определенные вещи, которые поддерживают мою дисциплину внутреннюю. Это спорт, я занимаюсь единоборствами, чтобы в том числе снять этот стресс, ну и заставить себя двигаться дальше. Это каждый день у меня происходит. Баланс, наверное, по питанию, стандартные какие-то вещи. Обязательно должна быть прокачана голова. Снять стресс не только с тела надо снять, но и надо с головы. Здесь все очень просто. Это литература, вот она разгружает голову. Обязательно время для семьи. То есть у нас есть совместное мероприятие. В общем, все касаемо там цели и полагания, колеса баланса. У нас это все выстраивается. И выстраивается не только на меня, но и на всю компанию. Ух ты! Да, мы компании, допустим, 21 числа каждый год всех компаний пишем вот эти цели. 10 дней, 10 целей каждый день. Для того, чтобы наши партнеры, наши агенты понимали, что им необходимо достичь в 2023 году. А касаемо сложно-несложно, сложность она нам дается по степени готовности. То есть если взять меня в 2019 году, я абсолютно не был готов. То есть к управлению компанией, которая сейчас там 80 человек. Поэтому постепенный рост и постепенная готовность, она вот только вот так. То есть сложности увеличиваются, но насколько вы к ним как относитесь, это, собственно говоря, вот ваш рост. То есть в течение этого периода мы легче и легче эти сложности принимаем. И легче нам с ними работать. Мне вспомнилась фраза, что нам дается ровно столько, сколько мы можем осилить. Да, совершенно верно. И мне очень импонирует, что вы используете упражнение «Колесо баланса». Я сам фанат просто этого. Выстраиваю работу вокруг повышения оценки по каждой своей сфере. Да, там у меня порядка 7 или 8 сфер, над которыми я работаю и выстраиваю конкретные подзадачи, как мне, например, в одной сфере, например, семья или друзья, или работа, карьера, деньги, финансы, путешествия, спорт и так далее. Как мне с одного балла, там, 5 баллов перейти к шестерке? И что мне для этого нужно сделать? Я подвожу результаты каждый месяц и смотрю, достиг я или не достиг этого. Сделали ли я эти подзадачи? Там духовное развитие в том числе, да, послушать какие-то лекции, да, в этом плане, помедитировать, возможно, постоять на гвоздях, там, и так далее. Если я сделал какой-то норматив, я понимаю, что у меня плюс один. Я его заслужил или я нахожусь там на семерке, например. Очень классно, что вы это практикуете. Это действительно помогает быть эффективным, потому что энергию-то мы берем. Работа – это один из секторов. Очень много секторов, которые дают тебе, которые взаимосвязаны. Они все взаимосвязаны, без одного не пойдет другое. Да, и времени у нас, и времени у нас одинаковое количество. Нужно быть эффективным в течение дня, распределять это все. Редко бывает, когда у тебя двойка по одному сектору, но восьмерка по другому. То есть в основном это где-то усредненная такая история. Хотя бывает по-разному. Сереж, расскажи немножечко про вашу HR-политику. Вы отбираете только опытных агентов или все-таки вы отдаете предпочтение неопытным агентам? И насколько ты погружен в этот процесс лично? Проходит ли каждый кандидат через тебя или ты доверяешь эту функцию HR-директору? Знаешь, Егор, на старте мы только нанимали стажеров. То есть мы обучали, здесь полный цикл и боялись нанимать опытных агентов. Но в принципе сейчас это пока не делаем, но в планах компании это есть. Почему? Потому что мы считали, что сложно переучить опытного агента в стандарты поставить. Наверное, это была наша недоработка, потому что у него не было как таковых стандартов. В данный момент стандарты доработаны, мы знаем, как наших опытных привести более высоким результатом. Касаемо найма, найм полностью доверяя нашему HR-партнеру. Она занимается наймом, есть служба, там есть рекрутер. То есть полный цикл, то есть звонки, собеседования. Ну и выход на работу. Далее подхватывает уже тренер и роб. Что еще? У тебя руководителя отдела стажеров нету, да? У тебя тренер отрабатывает все навыки, выстраивает работу, доводит до первого результата. Дальше это переходит к роб. Агент приходит, уже кандидат, либо сформировавшийся агент, после каких-то результатов приходит к роб. Или как это происходит? Человек выходит на работу, у него есть рабочее место, есть компьютер, есть стандарты, есть наши материалы учебные. Его задача быть на этом обучении два раза в день. И в течение 90 дней мы выводим этого стажера на результат. То есть закрывает первые сделки. Делают они уже это совместно. То есть уже у него есть руководитель, который, грубо говоря, отвечает за дисциплину, за посещаемость, ну на нем контроль, дисциплина. За навыки отвечает тренер. Расскажи тогда про немножко удержание. Это так тоже связано с кандидатами, с HR-политикой. Сколько у тебя агентов, которые работают, ну, например, больше года? Более 50%. Более 50% у нас это агенты уже год, два года, есть три года. То есть достаточно большой объем коллектива, скажем так. Это очень классная статистика, учитывая то, что в отрасли в целом есть такая статистика по текучести кадров. 90% риэлторов не доживают до своего второго дня рождения в профессии и, в принципе, уходят. У тебя 50%, половина коллектива достаточно давно с тобой трудится. Что ты делаешь для этого? Как ты удерживаешься? Возможно, элементы корпоративной культуры, если они есть, расскажи про какие-то классные яркие кейсы. Изначально наша компания, она ориентирована на то, чтобы создать действительно те профессиональные кадры. И мы гордимся, что мы внедряем стандарты, в том числе в Калининграде. От нас, даже если уходят агенты с опытом, они уходят уже с большим бэкграундом. У них уже огромный опыт. К сожалению, они уходят. Там есть определенные причины, так называемая осознанная некомпетентность. То есть когда я уже все знаю, но делать это я не буду ни под каким соусом. И это как раз-таки проблема до 30 сделок в год. Там от 50 уже этот вопрос снимается, потому что люди уже знают, что делают, для чего они это делают. И делают это осознанно. Поэтому основная текучка, она как раз-таки до 30 сделок. И подскажи, пожалуйста, ропы, связующее звено. Одно из самых важных, так сказать, прослоек в нашем бизнесе, наверное, на middle management, на ропах и держится наш бизнес. откуда ты берешь именно управленцев, руководителей, взращиваешь, берешь со стороны, берешь с опытом, без опыта с других ниш индустрии. Потому что есть классные кейсы, когда человек, очень профильный, профессиональный человек приходит с другой ниши и хорошо себя проявляет именно в недвижимости. Но бывают и обратные тоже кейсы, когда у людей просто не получается, потому что они не могут подстроиться под специфику нашего рынка. У тебя как с этим? Да, здесь не надо ожидать, что вы наймете сразу хорошего человека. Это очень сложно сделать. И эти люди уже работают, у них все хорошо в жизни, как правило, потому что они уже хорошие по определенным критериям. Поэтому мы здесь придерживаемся такой стратегии, что мы сами обучим. Лишь бы был базовый набор компетенций. Опять же, дисциплина должна быть внутренняя, самостоятельность, ответственность. То есть это вещи, которые их не воспитать. Они такие фундаментальные. Фундаментальные. Остальное, технические навыки мы поставим. У нас есть система, мы все это отработаем, закроем на успех. То есть формально вы ждете в вашем агентстве как людей с опытом, так и людей без опыта абсолютно, начинающих с нуля, ничего не понимающих в этой отрасли. Вы можете довести его до результата, если он будет выполнять определенный набор действий в течение двух-трех месяцев, а может быть даже и на третий день. Да, но у нас лучший результат третий день, закрытая сделка. Безусловно, то есть только через стандарты мы приходим к этим высоким результатам. Если человек готов, то есть прямо на собеседовании эти вопросы задаются, насколько он готов проникнуться этой профессии, сколько, грубо говоря, выходных дней он готов отдать этой профессии. Если у него есть вот эта исполнительность, то он нам подходит, остальное мы поставим. Круто. И расскажи немножечко про наш проект, который мы запустили в 2022 году, именно от центрального офиса, который называется Community Century 21 Club. То есть это комплекс инструментов, мероприятий, мотивационных всяческих конкурсов, флешмобов, которые нас объединяют и так далее. Твой коллектив в этом участвует и видишь ли ты какую-то вот поддержку с этой точки зрения, для того, чтобы твои сотрудники понимали весь масштаб происходящего, потому что в этом Community Club участвуют все наши агенты, там полторы тысячи сотрудников в России. И интересно, наверное, за этим наблюдать. У вас используется, практикуется этот инструмент? Наша сила, она в любом случае в Community. У нас там интересные конкурсы, уже идут розыгрыши, да, там новогодние. Что там у нас, бутылочка шато, по-моему, разыгрывали недавно. Вот, это все очень интересно. Ребята у нас зажигаются. Вам привезли эту бутылку, выиграли. Да. Причем одним днем, насколько я знаю. Да, да, да. Это было несложно. Я вам потом расскажу, как это сделать быстро. Поэтому, да, мы выиграли, у нас получилось. И это очередной какой-то шум у нас по офису здесь был. Причастность к большой сети, она очень важна. То есть, ну, конечно же, бэкграунд наш нужен. Ну, и мы не только к полторы тысячи, и мы все-таки себя чувствуем полноценными участниками порядка 130-140 тысяч агентств. Агент по всей сети. Поэтому, да, мы часть большой компании. Круто. Сереж, как отдыхаешь? Когда последний раз у тебя был полноценный отпуск? Куда ездил? Да вот недавно буквально ездил. Мне один рождень, что в декабря команда подарила. Они решили меня таким образом отправить в отпуск. Видимо, что берег может... избавиться временно? В какой-то мере. Ну, скорее всего, просто они. Мы все работаем плотно, и всем это видно. Поэтому, да, отправили меня в отпуск. С удовольствием с семьей съездили, отдохнули. У нас, благо, курорт недалеко, в 30 километрах. И море. И подарили мне пятизвездочный отель. Я с удовольствием провел там двое суток. Мне достаточно для перезагрузки. Это неплохой звоночек для моей команды. Я жду тоже отпуска в пятизвездочном отеле. Да, просто в том году они мне подарили полет на самолете. Вот. Причем самолет свободно планировал. То есть отключал мотор. Я долго решался. Я видел это видео, ты в кепке сенчерин-21. Если не шпасть, я даже его репостнул. Потому что это было круто. Расскажи, пожалуйста, какие планы у тебя лично, как у предпринимателя, уж просто как у человека. Какие-то есть планы, какие-то есть цели годовые. И то же самое с точки зрения бизнеса, что по команде. Какие планы на 23-й год стать номер один технологичным агентством недвижимости. Что еще? Из чего? Из каких подзадач строится эта цель? Задача моя как руководителя достичь целей моих управляющих, скажем так, моих руководителей. Поэтому главное, над чем мы фокусируемся, над их результатами. Если они достигнут свои цели, то я уж точно достигну. Поэтому в первую очередь мы смотрим туда. Где будет твое агентство недвижимости через 5 лет? Хотелось бы, чтобы у нас уже был дополнительный офис в Дубае, Таиланд и так далее. То есть хотелось бы расширять горизонты. Калининграда нам объективно уже маловато. Ну, тесно нам уже в рамках Калининграда. Ты смотришь больше в международное развитие или все-таки есть планы по локальному продвижению федеральному здесь, в России? У нас есть еще неохваченные города. У нас, благо, наша франшиза позволяет несколько открывать офисов, как, собственно говоря, было в Калининграде. Вот их было два. Ну, в данный момент у нас эксклюзивные условия сотрудничества с Энчери. Поэтому можно начать в Россию посмотреть, да, то есть Москва, опять же, почему нет. Сочи интересно, то есть тоже побережье. И здесь у нас хорошие будут обратные лиды. То есть те направления, которые сейчас выбирают наши, собственно говоря, туристы, Калининград в тройке. Вот. Ну, хочется посмотреть еще дальше. Сейчас я немножко поясню для аудитории, что значит эксклюзивная модель на город. Мы такое не практикуем в сети массово, но точечно мы даем брокерам возможность взять эксклюзив на город при выполнении определенных показателей, как с точки зрения валового комиссионного дохода, с точки зрения сделок, с точки зрения открытия новых офисов, но агентство должно достичь определенной планки, определенного результата и поддерживать эту планку на постоянной основе, развивая бренд в регионе. У Сергея и его команды это очень хорошо получается, мы идем в ногу с планом, но в целом наша модель заключается в том, чтобы было как можно больше офисов в одной локации, в одном городе. Такая философия модели, ей уже 50 лет, чем больше офисов в городе, тем больше узнаваемость бренда, тем больше консолидация происходит, консолидируется бюджет на продвижение бренда, на продвижение HR-рекрутинга, HR-бренда и так далее, и от этого получают дивиденды по сути все игроки на этом кусочке, там территории региона, неважно. В данном случае у нас с Сергеем есть эксклюзивный договор, всего двух брокеров, есть такая привилегия, это по Иркутску непосредственно, где у нас тоже дела достаточно хорошо, есть большая доля рынка и Калининград. В душе все равно спортсмен, и меня устраивает только первое место, поэтому, когда мы заходили, у нас было два офиса, но я понимал, что когда-то это будет один офис, и он будет наш. Собственно говоря, когда так подошло время, нам сделало предложение наша франшиза, в Калининграде партнерская, и мы с удовольствием, с радостью согласились, купили второй офис, и теперь мы одни. То есть, это такая успешная практика, успешный кейс слияния поглощения внутри сети. Единственное пожелание было прям вот франчези, то есть, выдержать те стандарты, которые были в том офисе, в том числе. Да, мы, конечно же, это все взяли и продолжили. Круто, да, это классный кейс, которым мы гордимся, вот, и это дало некий такой запуск, что ли, некий такой бустер, да, усиление вашего роста, поэтому это очень классный такой кейс для нашей сети. В конце, Сережа, спрошу, если отмотать на 4 года назад, вот, ты стоишь перед выбором быть руководителем по найму и пойти открывать свое агентство недвижимости, выбираешь бренды, выбираешь разные франшизы, сейчас много франшиз на рынке, ты выбрал Century, за что спасибо тебе большое, но если отмотать 4 года назад, сделал бы ты такой же выбор, ни о чем ли ты не жалеешь, может быть какие-то моменты подкорректировал бы. Много было у меня вопросов таких, да, и на старте, и в течение работы мне подходили другие руководители других агентств говорили, слушай, ну, почему не открыть солнышко, ну, они так образно говорят, какое-то там любое другое агентство, у меня был запрос конкретный на бренд, я его получил и продолжаю получать, Century уже 21, это уже порядка 50 лет, я думаю, что будем мы и дальше успешно развивать нашу любимую компанию. Тем более, есть хороший, локальный, существенный такой рост, рост и агентов, и количество точек, поэтому это очень классно. Сереж, спасибо тебе большое за интервью, спасибо, что ты нас принял здесь, мы желаем от всей души искренне тебе выполнение тех целей, которые ты для себя поставил, которые ты поставил для команды, ту пятилетку, которую ты прогнозируешь стать технологичным агентством недвижимости, потому что пока на локальном рынке недвижимости ни у кого это не получилось. Да, есть в Америке много примеров, это компания Complex, компания EXP, даже Century достаточно технологичная на западных рынках, но вот удача тебе в том, чтобы ты стал первым, не только в сети, но и на всем рынке. Я в свою очередь, Егор, благодарю вас за такую замечательную команду, за BackOffice, который приехал к нам и сейчас обслуживает наши интервью в том числе. Завтра у нас мероприятие совместное, завтра пошумим на весь Калининград, поэтому приятно вас видеть в составе в таком замечательном, надеюсь, что это будет у нас на регулярной основе, потому что нам есть что рассказать всегда. До новых встреч, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Калининград.